всем привет дорогие друзья продолжаем двигаться дальше постепенно наращивая свои скиллы на прошлом занятии мы написали такую небольшую игрушку генератор случайных фраз игрушка работает все хорошо но немножко хотелось бы не поработать над этим кодом чуть-чуть его улучшить и сделать более гибким поэтому давайте посмотрим как можно за рефакторить наш код нашу функцию давайте посмотрим на функции которую у нас получилось в принципе все неплохо задача решается мы генерируем случайные фразы но что мне здесь не нравится посмотрите мы всегда выводим нашу фразу в alert а если мы хотим нашу фразу использовать где-то в другом месте может мы ее хотим вывести в консоль или вставить в какой-то текст как быть вспоминаем что у нас с вами есть такая замечательная волшебное слово return return возвращает из функции какое-то значение поэтому первое что мы сделаем мы с вами уберем здесь вызов функции alert и скажем что наши итоговая фразу мы будем просто возвращать из функции как же теперь нам нашу функцию вызвать точно так же но где в таком случае будет результат вызова нашей функции есть несколько вариантов первый вариант мы можем создать новую переменную назовем ее например резалт в эту переменную поместим результат вызова функции make фразы это нам больше не нужно а а вот теперь после того как наша фраза случайная фраза лежит в переменной резалт мы можем действовать очень гибко если мы хотим мы можем вывести эту фразу в alert если нет мы можем ее вывести в консоль или использовать в любом другом месте в котором нам это нужно будет сделать давайте убедимся что код работает я перезагружаю страничку вот у нас есть alert и давайте посмотрим что у нас в консоли и у нас эта же фраза в консоли и так друзья первый шаг мы с вами сделали получили чуть более гибкий код и теперь результат работы нашей функции мы можем использовать везде где нам это интересно в принципе если мы не хотим использовать переменную в нескольких местах а если мы просто хотим выполнить какое-то одно действие то можно поступить следующим образом не создавать промежуточную переменную а результат вызова нашей функции сразу же вывести в alert это возможно не так легко читается на первый раз но тем не менее давайте привыкать в том числе и к такому коду то есть будет вызвана функция make phrases и итоговая фраза сразу же попадет в качестве аргумента функцию alert плюсы такого подхода абсолютно очевидно мы не создаем лишних переменных пишем меньше кода минус такого подхода что если мы хотим эту фразу использовать еще где то нам придется вызывать функцию make phrases еще раз и это уже будет другая случайная фраза и может возникнуть какая-то ошибка конфликт или непонимание но тем не менее такой подход тоже есть хорошо первый гибкий шаг мы сделали давайте теперь посмотрим вот на этот код что здесь происходит по существу мы трижды выполняем одно и то же действие то есть мы вычисляем случайный индекс зависимости от длины массива а затем получаем случайный элемент массива ориентируясь на случайный индекс трижды делаем одно и то же но мы с вами помним что в принципе какие-то повторяющиеся действия очень логично упаковывать в функции она у нас же есть функция уже make phrases ничего страшного одна функция может использовать внутри себя другую функцию и поэтому основная наша функция это будет make phrases но мы допишем для нашей функции make phrases вспомогательную функцию которую немножко короче скроем логику наших действий давайте посмотрим что это может быть за функция и так задача нашей функции получать случайный элемент массива мы так и назовем нашу функцию назовем ее get random элемент получить случайный элемент естественно мы используем тимал кейс все слова начинаются с большой буквы получать случайный случайный элемент мы хотим у кого мы хотим у какого-то абстрактного массива то есть у нас есть какой-то массив любой и наша функция будет получать случайный элемент массива и возвращать его нам что ж давайте напишем код первое мы с вами помним что нам надо для начала получить какой-то случайный индекс случайный индекс мы с вами можем получить используя уже известную нам математическую формулу единственное что мы здесь должны будем ориентироваться на длину того массива с которым нам придется работать отлично и после того как мы получали случай получили случайный индекс мы с вами можем сказать что мы хотим теперь вернуть случайный элемент массива выполняем то же действие берем массив находим какой-то случайный элемент используя случайный индекс и возвращаем его смотрите и так что делает наша функция get random элемент наша функция get random элемент в качестве аргумента получает любой массив вплоть до того что это может быть массив чисел массив объектов и используя известное нам математическое выражение вычисляет случайный элемент и возвращает его соответственно что мы теперь можем сделать смотрите мы можем удалить этот код и можем удалить и вот этот код и на этом месте мы говорим вызываем функцию get random элемент и просим ее получить случайный элемент у первого массива дальше мы делаем то же самое со всеми нашими массивами единственное что не забываем обратиться каждый раз к новому массиву и в таком случае мы с вами можем теперь абсолютно спокойно иметь более красивый более лаконичный более компактный код плюс ко всему у нас с вами появилась замечательная как бы функция которую в принципе наверное мы сможем использовать даже в каких-то других случаях когда надо нам из массива получить случайный элемент единственное что нам надо теперь убедиться что наша функция работает если любить очень короткий код если любить очень короткий код то мы нашу функцию можем еще немножко сократить в принципе переменную фраза мы больше нигде не используем поэтому если хотеть то можно даже отказаться от этой переменной то есть сразу возвращать готовое выражение хотя и не уверен что это хорошее решение но такая возможность тоже есть потому что нашу переменную фраза мы нигде больше не используем поэтому для читаемости кода это неплохо но необходимости в ней прямой нету можете выбрать любой вариант более лаконичный или же вариант может быть даже может быть даже может быть даже даже хуже читаем и да такое немножко немножко лаконичные не лаконичные ну вот как бы так наверное Вот этот вариант более лаконичный даже будет, но хуже читаемый. Предыдущий вариант менее лаконичный, но возможно, короче, если вы только начинаете изучать JavaScript, он вам будет более понятный. Что ж, мы немножко потрудились и надо передохнуть. Что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам было интересно посмотреть, как вроде бы код, который выполняет одну и ту же функцию, насколько по-разному он может быть написан. И мы теперь немножко понимаем, что такое более гибкая функция. Мы не прощаемся с нашим генератором случайных фраз. У меня есть еще идейка, как можно сделать нашу функцию чуть-чуть покруче и чуть-чуть погибче. Поэтому не расслабляемся, ждем следующего выпуска. А пока что, дорогой друг, лайк, подписка и доброе слово инкубатору. И, разумеется, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok